Задержан бывший министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Он задержан в рамках уголовного дела, заведенного в отношении него по статье «Превышение должностных полномочий по трагическим январским событиям 2022 года». Напомним, Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 года и был освобожден от должности сразу после январских событий. 20 марта этого года он уже допрашивался органами прокуратуры. В ведомстве не стали раскрывать подробности дела, отметив, что в нем имеются сведения, составляющие государственные секреты. По официальным данным, во время январских протестов и беспорядков погибли 238 человек, в том числе 6 в результате пыток после задержания. Что же будет теперь с экс-главой МВД? Здесь будет лишение свободы однозначно. По срокам не могу сказать, это решит суд. Потому что здесь коррупция и связана с полномочиями. И обвинения могут еще вырасти. Статья может перейти от тяжкого к особо тяжкому. После январских событий многие из родных погибших пошли на сговор с полицией и отозвали свои заявления, говорят правозащитники. Так как никто из них не хотел, чтобы их сына, брата или дядю посмертно определили как террориста. Это как советская статья за государственную измену. С такой фамилией всем будет сложно жить. А невиновность мертвецов сложно доказать. Но кто же организовал Хангтар? По мнению автора книги про Хангтар Млечина, в результате январских событий Назарбаев должен был вернуться на президентский пост на три года. А Карим Масимов должен был стать премьер-министром с неограниченными полномочиями. Но это лишь одна из версий. В любом случае погибло много людей. И кто-то должен за это понести ответственность. 5500 дел зарегистрировано по Хангтару. До суда дошли пока 500. То есть даже 10% еще не дошли до суда. Дела с тяжелыми последствиями расследуются годами. Я думаю, что мы не ограничимся одним Тургумбаевым. Будут и другие личности. Напомним, в марте были признаны виновными 7 полицейских из Казахстана за применение пыток к задержанным во время январских событий 2022 года. Четверо из них служили в Талдыкургане, а трое – в Алматы. В прошлом месяце к 8 годам условного заключения за превышение полномочий во время январских событий приговорен Самат Абиш. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и экс-заместитель председателя Комитета национальной безопасности. Ему удалось отделаться легким испугом. Поверженший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Жители села Береке в Атроцкой области нуждаются в помощи в берегу укрепительных работах. Они отмечают, что отсутствие координатора и неисправная техника замедляют выполнение задач. Кроме того, работы по укреплению насыпи в Карабае остались незавершенными. Съемочная группа телеканала «Каспия Ньюс» встретилась с местными жителями и выслушала их обращения. Берега укрепительной работы в селе Береке начались еще 1 апреля. На сегодня здесь возведены земляные дамбы длиной около 7 километров. По словам жителей, специальную технику из других регионов они получили неделю назад. К сожалению, большая часть из них не в рабочем состоянии. Кроме того, жалуются жители Береке, у них нет единого координатора, который бы мог направлять людей и организовать работу. «Нам самим приходится заниматься этой техникой. Для руководства процессом нужен сигнальчик, чтобы человек, который привез грунт, сразу же не уехал. Следить, чтобы грузовик не опрокинулся. Поэтому нам приходится самим этим заниматься. Это не так легко. Во-первых, мы не разбираемся. На самом деле я учитель, но приходится осваивать и другие науки. Вторая проблема – нам нужно выйти на работу. Никто же отменять ее не будет. Все мы где-то зарабатываем на хлеб». Другая проблема, которая волнует местных жителей – укрепление насыпи Харабай. Длина защитного вала составляет 5,5 километров. Как утверждают сельчане, они самостоятельно укрепили чуть более 1 километра земляных дамб. Другие участки были закреплены за несколькими компаниями. Теперь неизвестно, кто или какая именно организация ответственна за оставшиеся полтора километра от территории. «Некоторые могут подумать, почему бы не продолжить работать вдоль берега Урала. Огромный участок остался незащищен между бугорками и алмалы. Я не знаю, почему их не доделали. Хотели, чтобы вода разлилась или техники не хватило. Поэтому мы дошли до такого. Мы не возвели вокруг села защитные валы и все еще находимся в котловане. В селе со стороны Урала у нас имеются новые валы. На южной стороне железная дорога, на западной – уральская трасса. Получается, мы окажемся в котловане». На днях с ходом берегу крепительных работ, проводящихся в селе Береке, ознакомился Акимобласти. Он раздал ответственным лицам соответствующие поручения. По данным чиновников, на площадках, где возводятся валы, сосредоточено 16 единиц специальной техники. Вместе с тем представитель управления подтвердил информацию о выходящей из строя технике, присланной из других регионов. Вопросы оплаты труда водителей также будут решены за счет областных акиматов, откуда они были командированы и спонсорской помощи. «Да, такая проблема у нас имелась. Здесь играл человеческий фактор. Кому-то вовремя перечислили заработную плату, другим позднее. Мы переговорили со своими коллегами из других регионов. Вопросы полностью решены. На данный момент вся специальная тяжелая техника продолжает работать на выделенных участках». По информации Ержана Хайнулаева, на сегодня в селе Береке сосредоточено 35 единиц специальной техники. За их организацию отвечают координаторы, присланные управлением спорта, городским маслихатом, городскими отделами образования и ПОЧС. Однако, когда наша съемочная группа находилась на данном участке, ни одного координатора на месте не оказалось. В октябре завершился прием заявлений по возмещению ущерба пострадавшим во время паводка. Жители города могли подать документы в Акимат и претендовать на дальнейшие выплаты. Чиновники надеются, что все успели в срок. Тему продолжит Лейла Осева. Пострадавшие от паводка актюбинцы вернулись в свои дома. Амиржан Солжанов живет в садоводческом коллективе. Небольшой дом построил в 2017-м. Но после потопа жить в нем пока невозможно. Вместе с семьей мужчина почти полмесяца провел в Ивакопункте. На сегодня им выплатили единовременную помощь. Теперь глава семейства планирует начать ремонт, чтобы привести единственное жилище в порядок. Когда вода начала подниматься, мы в спешке покидали свои дома. Взяли с собой документы и немного вещей. Из техники и мебели ничего не успели спасти. Сейчас в доме сырость. Как подсохнет, будем сами ремонтировать. У нас многодетная семья, четверо детей. Нам нужна помощь, чтобы восстановить дом. Вода пришла со стороны реки Дженышке. Все вокруг затопило. Все вещи, ковры, одеяло, все плавало в грязной воде. В Акимате нам помогают. Мы благодарны всем за поддержку. Между тем, в Ак-Тубе завершился прием документов от пострадавших во время паводка. Заявление принимали в Акиматах двух районов – Астана и Алматы. В последнем, как выяснилось, проживает большая часть обратившихся. Там под воду ушли 35 жилых домов. У остальных горожан во время наводнения пострадало имущество. Гражданам, пострадавшим от паводков, выплачивается единовременная социальная помощь от государства. Также предусмотрены выплаты за утраченное или испорченное имущество. По алгоритму комиссия осматривает повреждения. Исходя из заключения технической экспертизы, людям выплачивается компенсация. Массовые затопления затронули шесть районов области и окраины Ак-Тубе. Порядка 7 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствий. Местные исполнительные органы вместе со спасателями принимают все необходимые противопаводковые меры. На данный момент ситуация в регионе стабилизировалась. Но в Иргизском районе из-за разлива реки Тургай потоплены больше ста домов в селах Нура и Мамыр. Специальная комиссия продолжает обследование домов. Своё заключение должна дать техническая экспертиза. Для тех, кто потерял единственный кров, мы построим новые дома. На сегодня по области установлено 595 домов, которые не подлежат восстановлению. Порядка 20 стройкомпаний приступят к возведению жилья. В Кобде работы уже стартовали. Финансовый сектор также выразил готовность поддержать население, пострадавшее от последствий стихии. Так, все банки второго уровня приняли решение предоставить им отсрочку платежей по кредитам сроком на три месяца. С 1 апреля до 30 июня 2024 года. Заявки рассматриваются в течение трёх рабочих дней. Важно, что на период отсрочки не будут начисляться штрафы и пение за просрочку платежей. Заявки поступают ежедневно. Во все банки разосланы списки, то есть имеются списки. Без вашего заявления предоставляется отсрочка. Но если по какой-либо причине вас в этих списках нет, вы можете подойти в банк, либо через онлайн, через сайт банка подать это заявление. Та сумма, на которую мы предоставляем отсрочку, она будет равными долями распределена до конца срока. Либо есть возможность пролонгировать займ в целом, срок самого кредита до шести месяцев, то есть удлинить. Всего, по данным чиновников, поступило около трёх тысяч заявлений. Часть обращений ещё в обработке. По Астанинскому району 39 семьям уже выплатили компенсации по возмещению материального ущерба. По району Алматы 101 семьи. Кроме этого, полторы тысячи актюбинцев получили единовременную социальную помощь по 300 тысяч тенге. Лайла Уйс, Вожу Мартолий Бергенов, телеканал ТДК 42, Актюбинская область. Мародёр украл чужое имущество на 700 тысяч тенге из одного из затопленных домов в Уральске. Об этом сообщил заместитель прокурора Западно-Казахской области Даурену Маргалиев. По его данным, в период наводнения к административной ответственности были привлечены семь человек. О том, за что ещё были наказаны недобросовестные жители области, расскажет Дана Керимбаева. На территории области всё ещё действует режим чрезвычайной ситуации. Силами проохранительных органов обеспечена сохранность имущества пострадавших. Однако за это время зарегистрирован один случай мародёрства. 39-летний мужчина, находясь в посёлке Веркул, незаконно проник в дом и похитил чужое имущество на 700 тысяч тенге. В период наводнения к административной ответственности привлечены семь человек. Один из них за оскорбительное приставание к физическим лицам в общественном месте, другой разжигал межнациональную рознь. Двое распространяли ложную информацию, в частности о том, что дачникам никто не помогает, и что гуманитарную помощь кто-то украл. В этой связи предлагаю всем нашим гражданам проблемные вопросы, имеющиеся разрешать в правовом поле. Для этого созданы все необходимые условия и доверять только информации из официальных источников. Наряду с этим разъясняю, что порядок организации и проведения мирных собраний регулируется законом, а порядки организации и проведения мирных собраний в республике Казахстан и предусматривает уведомительный порядок. В целях сохранности подтопляемых районных у 440 человек изъято 630 единиц оружия для хранения в департаменте полиции. В связи со стабилизацией чрезвычайной ситуации 100 из них уже вызврожащены владельцам. Автодороги республиканские областного значения открыты во всех направлениях. В целях сохранности имущества дачных участков предусматривают клубо-служащие патрульные силами полиции и военнослужащими национальной гвардии. В пешем порядке на квадроциклы и водных транспорте. По информации Жан-Булата Жаншина, осужденных, которые были перевезены в октябре во время наводнения, должны вернуть после 10 мая. Три аварийных жилых дома планируется снести по программе реновации жилья в Уральске. Такие планы озвучивают в отделе ЖКХ на текущий год. Сейчас ведутся работы по строительству домов на месте ранее снесенных. С какими трудностями сталкиваются при строительстве, расскажут наши корреспонденты. Сегодня в Уральске насчитывается 54 аварийных жилых дома. Свыше 300 признаны ветхими. То есть эти дома находятся в предаварийном состоянии. Специалисты отдела ЖКХ привели примеры, где сейчас проводятся работы по реновации. В Умар-Караша 33-1, там шестиквартирный одноэтажный дом, старый, 1896 года. Некрасово дом 14, там тоже жильцы уже готовы переселиться. Там сейчас, на данный момент, готовятся документы, земельные документы. Там, получается, жители у нас жили, проживали несколько лет, несколько десятков лет даже. И свои документы как бы не обновляли. У них старые образцы техпаспортов, старые госакты. Получается, сперва, чтобы мы реализовали эту программу, у нас должны быть все документы, в первую очередь, оригиналы у всех жильцов и нового образца. Снос некоторых аварийных зданий затянулся. Инвесторы не берутся за работу в таких местах из-за имеющихся проблем. Сегодня при работе по сносу аварийного жилья и строительству на этом месте нового возникает ряд препятствий. К примеру, здесь, на Молдагу-1, прямо рядом с домом расположена действующая вышка. По решению этой проблемы сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства сейчас ведут переговоры с Казахстаном Темиржуэ. Мы сейчас переговоры ведем с Актюбинском, с филиалом Актюбинской и с Астаной. Как бы вопрос к этому идет, что будем решать уже подход к завершению. Кое-какие формальности остались. Как мы уже решим, уже мы дадим зеленый свет на переселение этих людей, жильцов переселения, и уже начнем строительство потихоньку. Жилье в новом доме выдается согласно прежней квадратуре. При желании за дополнительную площадь новоселы смогут доплатить. На этом месте по адресу Молдавская 2-1 находился двухэтажный 16-квартирный аварийный дом. Сейчас близится к завершению строительства двухподъездного девятиэтажного дома. Квартиры сдадут в чистовой отделке. Начали строительство осенью 2022 года. В этом году летом уже планируем сдать полностью в эксплуатацию дом вместе с благоустройством. И уже жители, которые до этого жили в этом аварийном доме, сюда переселятся. Основная проблема это у нас с инженерными сетями, с устаревшими инженерными сетями. Вот эта сложность. Но мы вроде бы все это решили. Сейчас дом полностью будет введен в эксплуатацию, инженерные сети будут подключены. Сейчас же из-за паводковой ситуации строитель сталкивается с нехваткой песчаногравийной смеси. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особий Кобекенов, ТДК-42. Единство поможет решить любые задачи. Об этом заявил заместитель Акима Западной Казахстанской области Бахчан Нарымбетов в ходе мероприятия, посвященного Дню Единства народа Казахстана. Оно символично состоялось в Доме дружбы Ассамблей народов Казахстана Западной Казахстанской области. Накануне Дня Единства народа Казахстана традиционно проходит торжественное собрание с участием представителем Ассамблеи народа Казахстана. Стоит отметить, что Казахстан стал первой из стран-участниц СНГ, где был создан этот уникальный институт. Базовыми принципами государственной национальной политики являются равные права для представителей всех национальных и конфессиональных групп и создание благоприятных условий для деятельности всех конфессий. Мы все граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные с самой историей в несогрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины, Республики Казахстан. И сегодня эти слова являются стратегической задачей, поставленной перед каждым из нас и священным долгом. У нас есть главное – это наше единство, которое позволит решить любые высокие цели и задачи. Сегодня в стране проживают представители более ста наций и народностей. Все они живут в мире и согласии. Важной чертой казахстанцев является присущая народу готовность к взаимоподдержке. Благодаря этому удается преодолеть многие трудности. В том обществе, где есть согласие, всегда будет мир и стабильность. И это мы сегодня доказали. Мы еще раз доказали, что ассамблея работает, что ассамблея должна быть, что ассамблея будет, была и есть. Поэтому я еще раз поздравляю вас всех с этим замечательным майским праздником. Желаю нам всем здоровья, нам всем благополучия. Дружба и взаимопонимание укоренились в сознании казахстанцев. Именно они составляют основу гармонии, мира и согласия в стране. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абекенов, ТДК-42. 78% родителей поддерживают изучение финансовой грамотности в школах, сообщили на совещании по реализации программы «Карасаскуха». Обучаясь финансовой грамотности повсеместно, подключились госорганы и банки. По словам секретаря партии Аманат Эльдара Жумагазиева, с начала года обучение прошли более 43 тысяч человек, 80% из которых – жители сел и сельских округов. Однако без проблем не обошлось. Участников обсуждения волнует отсутствие учебников и педагогов по финансовой грамотности. При этом все понимают полезность проекта. Педагоги испытывают трудности по источникам литературы. 80% педагогов говорят, что учебников и литературы для преподавания финансовой грамотности в рамках их глобальных компетенций нет. Финансовую грамотность в школах преподают в основном учителя истории Казахстана, казахского языка, художественный труд, физическая культура и психологи. И помимо всего прочего, 19% опрошенных утверждают, что финансовой грамотности в рамках глобальных компетенций в школах не преподается. В Западной Казанской области продолжаются субботники в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан». Масштабная кампания продлится 5 недель, каждая из которых посвящена определенной тематике. Подробнее в сюжете. 8 апреля в нашей стране стартовала экологическая акция «Таза Казахстан», которая разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля неделя «Тазаулькем», с 13 по 20 апреля «Келемикен», с 27 по 27 апреля «Жаслаймак», с 27 апреля по 4 мая «Унигель Орпах», а с 4 по 11 мая «Мульдер Булак». «Главная цель мероприятия – формирование принципов бережного отношения ко всеобщему достоянию, созданному с целью обеспечения благоприятных условий для окружающей среды и наших соотечественников, повышения гражданской ответственности и укрепления экологической культуры. Горожане массово поддерживают данную инициативу». Субботники проводятся с участием студентов, молодёжи и общественников. Они приводят в порядок улицы и тротуары, занимаются уборкой прилегающих территорий и дворов. «В целом, на сегодняшний субботник задействовано более 2000 людей, порядка 50 единиц техники. Основной акцент будет уделяться именно местной комбинатной районной Ружейниковой улицы, 10-й микрорайонной и так далее, а также Зачиганск, Терхулец, Центральная часть города». Присоединяйтесь к республиканской акции «Таза Казахстан» и внесите вклад в процветание родного края. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте телеканала ТДК-42. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.